Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня поговорим о технологии возделывания риса. ООО «Кубриз» является лучшим рисоводческим предприятием, входящим в группу компании «Акрон». И, пользуясь линейкой минеральных удобрений, наше хозяйство на протяжении многих лет завоевывает пальму первенства при выращивании такой культуры, как рис, называемая еще «белое золото Кубани». И в этом году в очередной раз предприятие доказало, что, используя эти прекрасные удобрения, мы вновь доказали, что мы первые в Краснодарском крае не только, но и в Российской Федерации по урожайности риса. По требованиям роста и развития, культура рис подразумевает под собой вегетационный период в зависимости от сортов от 95 до 160 дней, температурные режимные факторы от 24 до 28 градусов. Ну и, естественно, рису самое главное требуется – это вода. Он гидроморф. По технологиям существует множество технологий, и хозяйство в той или иной степени подбирает уже идеальную технологию, которая именно подходит для выращивания той или иной культуры. Мы в основном используем интенсивную технологию с элементами энергосберегающей и ресурсосберегающей технологии. Во время выращивания риса всего вегетационного периода проходят потери таких элементов питания, как азот, фосфор и калий. Азота, к примеру, от 65 до 85 килограммов, фосфора 1,2 и калия 25-30. В основном потери элементов проходят через фильтрационную способность почвы и сброс воды. По системе питания, как я уже сказал, мы используем линейку группы компании Акрон. Такие как карбамид. Великолепное удобрение. Почему именно компании Акрон? Во-первых, равномерный гранулометрический состав. А это основной немаловажный фактор именно при внесении во время подкормки риса. Гранулы равномерные, вносятся равномерно, поэтому нет так называемой полосности. Отсюда уменьшение и снижение затрат на обработку фунгицидами против перекуляриоза. Ну и естественно, естественно, удобрение не тает, так мы еще называем, не плывет. Дело в том, что на Кубани в период подкормок риса авиации, это июнь-июль, очень высокие температуры. И аналогичные удобрения просто плывут. И возникают трудности именно с внесением, с выдержкой именно той дозировки, которую агрономы запланировали с акроновским карбамидом. Этого, естественно, не происходит. Ну и азофоска. Великолепнейшее удобрение, которое в одной грануле содержит равномерно такие элементы питания, как азот, фосфор и калий. Вносим, вносим, вносим основное, под основное питание именно азофоску. Сроки внесения проходят у нас с апреля по май. Разбрасыватели всевозможные, начиная от фирмы Амазон, Кверниланд, Аккорд и так далее. Вносим именно в основной прием азофоску и сразу заделываем ее в почву. Затем идут подкормки. В зависимости от сорта, от того, какую урожайность риса мы хотим получить, вносится от двух до трех авиационных подкормок риса. Естественно, карбамидом. Как я уже говорил, равномерность, основной прием – это равномерность внесения. Отсюда зависит и урожайность, и заболевание, и так далее, и тому подобное. Ну и листовые подкормки. По листовым подкормкам предприятие не стоит на месте. Ежегодно пользуемся различными марками, проводим опыты, производственные испытания и так далее, и тому подобное. Ну и при выращивании такой культуры, как рис, это очень энергоемкое, энергозатратное мероприятие, которое подразумевает обработку почвы. Обработка почвы сложнейшая, включает несколько этапов. Затем посев, залив чеков, затем сброс воды на проращивание, подкормка, химпрополка, затем опять сброс, опять залив, подкормка, профилактика против болезни, листовые подкормки, третья подкормка, затем опять профилактики. И очень-очень подчеркиваю трудоемкий, энергозатратный и финансово затратный процесс. Ну и естественно, когда происходит уже осенью сброс воды, затем происходит косовица риса, на крайнем правом слайде вы видите. То есть это технология, отличающая себя от уборки зерновых колоссовых культур, когда заходят агрегаты, жадконосители, ГМ-100 в основном, и скашивают рис в волки. Затем по прошествии 3-4 дней заходят комбайны с подборщиками и убирают с подбора это белое золото Кубани. Ну и, как я уже сказал, от использования именно сбалансированного минерального питания, таких прекрасных марок удобрений, выпускающими нашей компанией Акрон, мы получаем прекрасное-прекрасное качество зерно. Не только урожай, но и качество зерна. Что немаловажно для именно переработчиков нашего белого золота. Чем отличия? Во-первых, форма и размер, степень стекловидности, уменьшение трещиноватости, краснозерность, ну и, конечно же, выход крупы, то есть выход целого ядра, так называемого. При использовании, именно при использовании высококлассных удобрений нашей компании, мы сможем добиваться и можем и будем добиваться таких прекрасных результатов, как по урожайности риса, так и по качеству этого белого золота. Спасибо за внимание.